Этот двор на проспекте Пролетарском сплошная загадка. Тайна номер один. Дизайн проект благоустройства территории изначально разработали на четыре дома. 8, 8 дробь 1, 8 дробь 2 и 10. Жители первого и последнего здания отказались участвовать в проекте рублем. Поэтому все затраты на ремонт легли на кошельки собственников двух оставшихся многоквартирников. Жители 8 дробь 2 размежевали землю возле своего дома, определив вместе с тем, что им нужно сделать парковку, дорогу и тротуары. За все остальное платить будут люди, владеющие квадратами на Пролетарском 8 дробь 1. Нам включили в смету содержание и благоустройство двух детских площадок, тренажерной площадки, детской площадки и футбольного поля с искусственным покрытием. Как вы понимаете, это очень большие деньги. То есть платить эти большие деньги будут фактически только жители одного дома, а пользоваться будут все. И мало того, что, например, тренажеры людям придется покупать за свой счет, так и в случае поломки еще и оплачивать их ремонт. Тайна номер 2. Непосредственно дизайн. Сургутянам предложили благоустроить их двор, по сути, в ультимативной форме. Либо вы соглашаетесь на этот проект, либо нет. Смету собственникам показали уже потом. А к будущему облику при домовке у людей есть вопросы. Как, например, непонятно зачем установленный фонарь в дереве или отсутствующие пандусы у подъездов. На данный момент это очень неудобно с коляской подниматься по нашим вот этим вот лестницам. Тем более они местами еще и сломаны. То есть это очень тяжело. И нету вот этих вот рельс направляющих пандусов. Тайна номер 3, пожалуй, одна из самых важных. Как утверждают жители, старшую по их дому выбрали без ведома этой старшей. Без нее Надежду Елизарову ее женили на счетном собрании. Под протоколом собственников стоит подпись женщины, подтверждающая, что люди согласны и с дизайн-проектом, и с условиями финансирования, и со сроками, и с суммами. Только вот небольшая оговорка. Надежда Васильевна утверждает, что она в документе не расписывалась. Я говорю, а я там не была. Как не были? Ваша подпись стоит. Я говорю, где, какая моя подпись? Я знаю, что я болела, и они мне показывают. И вот эту вот подпись они мне и показали. Ну, в общем-то, я удивилась. Я говорю, девочки, я подписываюсь вот так. Показала, как я расписываюсь. Директор управляющей компании ДСВЖР Вячеслав Чураков встречаться с нашей съемочной группой отказался. Однако в телефонном разговоре сообщил, что будет ждать Надежду Елизарову на личный прием, чтобы разобраться, чья подпись все же стоит под протоколом. Вячеслав Михайлович сообщил также, что к нему по этому поводу никто не обращался. Но отметил, что раз собственники за этот проект проголосовали, то делать теперь подрядчики будут так, как в нем все запланировано. Растерянные сургутяне отправились в Общероссийский народный фронт. Активисты уже побывали на месте с заместителем главы администрации Николаем Кривцовым. Сообщили о возникшей проблеме общественники и городоначальнику Вадиму Шувалову. Он очень удивился вообще несправедливости той ситуации. Сказал, что мы обязательно разберемся, выясним, почему такая несправедливость. Кто-то плачет 14 с копейками, а кто-то 30. Вот я думаю, эта история обязательно будет иметь продолжение. И уже с главой мы сюда выйдем. Вероятно, разбежка по сумме получилась из-за того, что одни территорию размежевали, а вторые нет. Так или иначе, первая сумма за ремонт двора мечты, как он именуется в проекте, людям в платежках уже пришла. Только вот судя по ситуации, выходит, что чьей мечты этот двор, не совсем понятно. Дарья Давыдова, Анатолий Метельченко. Сургут. Интерновости.